Добрый день, уважаемые зрители! Это вот меня Маркович Станислав. По роду своей деятельности я посещаю различные швейные предприятия. И общаясь с представителями швейных производств, инженера, технологи, механики, директора, заметил одну закономерность для себя. Несмотря на то, что все эти представители являются квалифицированными специалистами в своем деле, многим из них, к сожалению, не хватает знаний о новинках швейного производства, которые помогут в дальнейшем автоматизировать производство, увеличить спецназвозительность труда, снизить число брака швейных изделий. Исходя из этого, я решил написать небольшой обучающий семинар, ну и выбрал на сегодня тему автоматизация трикотажного производства. Мы поговорим о оборудовании, которое применяется в трикотажном производстве, о его автоматизации и о применении данного оборудования, о применении каких-то приспособлений дополнительных для пошива определенных изделий и определенных операций. Несмотря на то, что трикотажное производство является одним из самых сложных производств швейной промышленности, в нем используется небольшое количество оборудования. Основными машинами для данного типа продукции являются оверлоки и скрешенные машины. Предлагаю рассмотреть возможность автоматизации данных машин. Ну и потом уже, исходя из этого, посмотрим применение данной автоматизации к операциям пошива. Начнем мы с оверлока и рассмотрим, какую возможную автоматизацию можно установить на данное оборудование. Основными автоматическими функциями в оверлоке являются обрезка нити, подъем лапки и отсутствие обрезей края материала и цепочки нити. Обрезка нити бывает различных видов. Рассматривать мы будем при помощи видеоматериалов. Предлагаю начать данное рассмотрение. Основными углами для автоматизации на оверлоке будут следующие. Датчик края материала Прямой сервомотор, серводвигатель. Обычно используют моторы подвесного типа. Ранее это были трекционные моторы, сейчас уже в большинстве предприятия используют сервомоторы также подвесного типа. Моторы существуют, как вы видите, и встроенные уже в голову машины. Что дает прямой сервомотор, в нем уже есть функция позиционирования иглы. Вы можете менять скорость вращения в серводвигателе. И за счет того, что он прямой, соответственно, идет лучшее сцепление, нет никакой ременной передачи, более мощный стат, и он более плавный с другой стороны. И вот это вот все улучшение дает прямой сервомотор. Устройство сбора облизи края материала. Электроника, которая управляет всеми этими системами. Мы посмотрим, как все это работает и в действии. Лапка поднялась автоматически при нажатии на педаль. В основном она имеет пневматический подъем, пневматический привод. Сейчас вот мы выставили позиционирование иглы. После остановки машины игла будет останавливаться в крайне нижнем положении. Сейчас мы изменяем скорость шитья. Как видно, скорость шитья увеличилась. Вот мы видим, что работает у нас функция всасывания обрезков края материала. Вот такие у нас есть функции в оверлоке. Еще раз повторю, это обрезка нити. Это подъем лапки и отсос обрезков края материала и нити. Существует также вот то, что мы смотрели видео, мы рассматривали обрезку на 4-х ниточном оверлоке. На 5-х ниточном оверлоке существует такая же система обрезки, только пластина, куда засасывается цепочка нити, расположена в другой плоткости. Сейчас зачастую возникают вопросы, почему так много различных вариантов обрезки нити. Одна называется КС, другая КА, другая ТК. В чем отличие? Вот на 4-х ниточном оверлоке видео мы смотрели. Была обрезка КС, которая используется на 3-х 4-х ниточном оверлоке. И отверстие для отсоса обрези цепочки нити, вот оно, оно располагается в вертикальной плоскости. Сейчас вот мы смотрим видео, где у нас 5-миточный оверлок, и устройство обрезки нити называется для таких оверлоков КА. Плоскость сасывания расположена снизу, то есть верноцентальной плоскости. Нитка засасывается, и там обрезается. Так что есть еще один вариант обрезки, он называется ТК. АТК это гильотинный тип обрезки нити, тоже посмотрим презентацию, пол видео, здесь мы видим переключатель обрезки, кнопка включения и выключения обрезки нити, опять таки датчик края материала, который попадет на контрольный у нас будет материал без знаминок, панель управления, прямой сервопривод, вот мы видим пневматический автоматический подъем лапки и пневматическую обрезку нити, пневмоцилиндры, которые возглавляют данные металлические, пневмоцилиндры на обрезку нити, вентарь и девайс, устройство сбора обрезков материала, ну и хроника, блок управления, которая контролирует работу всех этих устройств. Смотрим, как это работает. Обычное шутье, обрезка нити. Сейчас мы отключаем функцию обрезки нити сзади, то есть на первом виде была у нас обрезка и в начале и в конце. она отключается. Обрезка происходит от кнопки. Сейчас мы отключаем обрезку в начале, в конце у нас обрезки. Сейчас мы включаем сенсор на объем прижимной лапки. Как только мы материал подносим к плане шитья, лапка у нас автоматически поднимается. Также из дополнительных устройств для лапки существует устройство в датчик перекоса материала. Так существует при обзорочивании края материала. Нижний материал может вагинаться, подгибаться, заминаться. Но этот датчик отслеживает все вот эти лиминания. И эти лиминания происходят, то машина, соответственно, остановивается. Это дается любого сигнала. Датчик этот работает с любым цветом изделия. Если мы шьем трудно транспортированные материалы, и наша обычная рейка не справляется с продвижением материала. Существует такое дополнительное устройство, как временная подача. Видите, у нас устанавливаются дополнительные ролики, на которых натянутся ремень и который помогает нам продвигать тяжелые, трудно транспортированные материалы. В результате также не происходят никаких загибий, лиминаний. Материал идет ровно и гладко. Вот мы рассмотрели основные дополнительные устройства, повышающие производительность труда на оверлоках. Теперь предлагаю рассмотреть автоматизацию на поскошенных машинах. Независимо от того, будь то плоскошенная машина платформа, с цилиндрической платформой. Основные нервные цитерные узлы и одинаковые. Сейчас мы их рассмотрим. Это обрезка верхней нити застила. Верхняя робота. Соответственно, сама обрезка нити верхней и нижней, то есть нити приткителя и нити игл. Прямой сервомотор. Блок управления. Смотрим, как это все работает. Сейчас у нас будет обрезка верхней нити застила. Пинцет прогревает нижняя стену и захватывает ее. Если мы шьем изделие без верхнего застила, соответственно, верхний нож убирается и вместо него ставится средство любого обрезанных нитей. Верхний застил уже, как видите, не используется. Нити обрезаются нижними ножами обрезки. И вырываются из полки кедра. Вот происходит обрезка и вывод нити из изделия. Также есть функция подключения третьей педали. Эта педаль отвечает за свою функцию. Первая педаль подняла лапку. Вторая лапка шьет. Третья лапка отвечает за обрезку нити и помимо лапки на тэште. Существует еще одна функция. Педаль на лапку я везет только на оверлоках Pegasus. Эта функция называется TP-Device. Это устройство устанавливается на прижимную лапку. Но у нас обычно с отжимной лапки работает за счет пружины. Прижимаем. Здесь данная пружина заменена на пневматическое устройство. Которое с определенным усилием на определенных участках давит на пружинную лапку. Тем самым обеспечивая более устойчивое шитье. Вот мы видим лимон цилиндр, который установлен на макке. Соответственно, различные утолщения прошиваются более стабильно. Они не заминаются и легко проходят. Такое устройство есть и на обеспечивающих машинах, и на оверлоках. Если мы сейчас съем на прямодрочных машинах, то чтобы срочка не распускалась, существует функция закрепки. Вначале и в конце шва. На обеспечивающих машинах, к сожалению, такая функция отсутствует. Но есть интересное заменение данной функции. Это уплотнение стежков. Видите, в начале и в конце наши стежки становятся более плотными. Соответственно, меньше распускаются. Следующая функция. Следующая функция это автоматическое переключение дифференциала. Дифференциал у нас служит для выполнения операции либо сборки, либо растяжения. Ну, надо даже не совсем операции, а для различных материалов. Какой из них надо лучше растянуть, какой-то меньше. Наоборот, сборочку сделать. Но для этого переключаем дифференциал. Здесь мы данную функцию наблюдаем на операции оконтакти по слабейкой края материала. И вот сейчас мы видим, как происходит это переключение. Отключение происходит автоматически. Создание нужных режимов. Видите, при пошире у нас рычаг переключения сам автоматически переводится в нужное положение. Ну, соответственно, где-то на определенном участке будет либо большая сборка, либо растяжение. Ну, вот мы с вами рассмотрели дополнительные устройства для двух типов оборудования. И тогда теперь рассмотреть виды операции, выполняемые на оборудовании. И, соответственно, устройства, которые для этого используются. Значит, рассмотрим первый вид операции, который производится на оверлоке. Это операция закрепки. Она бывает ручная и бывает автоматическая. Называется закрепка. Называется доделка шва. Данная операция производится только в начале шитья. Закрепка может быть только в начале строчки. В конце строчки ее не будет. Производится она так. Вот мы прошиваем материал. Косичка нити у нас заводится в пластинки, которые обрезают нитку и ее оставляют в этих пластинках. И дальше при пошиве следующего изделия, эта нитка будет уже зашиваться в начале шоу. Сейчас дополнительно добавим механизм отжатия коленочек. Данная функция также реализована и в автоматическом варианте. где оператору не нужно самому заводить цепочку нити в тарелочке. Все это происходит автоматически. Изделия у нас прошивается, нитка автоматически обрезается и потоком воздуха заводится в подобные тарелочки. Причем в данной машине уже для новой обрезанной нити можно регулировать. В данной машине часто используется при пошиве маек, например, на руках. Так, чтобы швы не расходились, приходится их завязывать или заводить под нитки. Вот так у нас хотя бы с одной стороны будет произведена закрепка. И нитку нужно будет вручную закрепить только на одном краю. Существует такая операция, как закрутка. Что у нас того представляет? Это обычное техническое верло с закруткой шириной обметки. Черной обметки на данном моем верлоке составляет всего полтора миллиметра. Здесь на верлоке у нас было собление подачи материала в демонстрации непрерывной. Мы видим, что на выходе у нас получилась аккуратная красивая сочка полтора миллиметра. Ее тоже по-разному называют. Называют закрутка, называют роли выше. Вот такая вот операция. Следующая операция это насрачивание эластичной тесьмы или пружива. Что входит в комплектацию данной машины. Опять-таки здесь установлен обрезка нити гильотиного типа. Соответственно установлен отлично включение этой обрезки. Вот подключение обрезки. Датчик края материала. Здесь уже показано компетенцизированное устройство подачи и натяжение эластичной тесьмы. Она бывает механическая, бывает электронная. Основное отличие от того, что в электронной вы можете на различных перчатках задавать различные натяжения тесьмы. На механическом, к сожалению, такого не получится. Если у вас натяжение не должно извиниться, то вы это должны произвести вручную. Вот это прямой сервомотор. Кстати, мы видим нервноцилиндр на подъем лапки и нервноцилиндр на обрезку нити. Устройство вызова. Ну, электроника вторая. И видно всем процессом шитья. Вот мы показываем, что есть конца подачи материала. Сейчас мы изменяем скорость подачи. Увеличиваем с 80 до 90. Теперь нам теряем немножко было расстановиться. Ясную скорость подачи уменьшаем. У тебя мотор был до 60. и видим, что происходит. А произойти нужна небольшая сборочка. Ну, да. Вот так видим. Сверху на протяжении у него булока. Ну, опять-таки демонстрируется отключение обрезки нити и эластичной тесьмы в конце. Сверху на протяжении. Сверху на протяжении у него не сработал. Наш ножик сработал только в конце. Сейчас отключается начальная обрезка. Включаем при помощи выключателя. Благодаря этому устройству у вас будет постоянное стабильное натяжение на всем участке шитья. Следующее устройство это облюбовка карманов. Ну, это даже не устройство, это оберлок двухлингольный. Оберлок зме негативный. Ну, бывает двумя, двухугольный, бывает одноугольный. Ну, мы видим, что оканковку, ну, в данном случае облюбовка. Облюбовка кармана мы можем производить не только на привосточной поклашенной машине, но и на оверлокере. Следующее устройство это подуббитка низа материала. Надо было поднимать специальное приспособление для подбитки. Просто это производилось не вручную, а с питанием мокрабителями. И вот, 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 целый устройство, установительный, сароматор устроили. Просто выболоку материала, обрезка, материала. и кромка, которая управляет кроссомпангитки, и кромка, которая управляет сироматомом. Также существуют различные датчики, тенсоры на крае материала, и видим, как приводится операция самотангитки. Потому что зачастую подгибку производят на подскошенных машинах, подгибку низа изделий, но сверху мы видим на подскошенной машине 2-3 строчки. Если мы не хотим, чтобы сверху были какие-то строчки, мы используем оверлок для подгибки. Соответственно, наш низ подгибается, а сверху нет никаких источек. Вот у нас случилась такая аккуратная подгибка. Следующая операция, это операция сборки материала. На верлоку снаживается специальная дополнительная лапта, которая разграничивает наши два материала и обеспечивает разборку. Так же она переключается. Можно материал подавать равномерно, без всякой сборки. А можно выкладывать управляемую сборку. Переключается она при помощи такого переключателя, который устанавливается снизу стола. И, конечно, его переключается. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok